Такой успех в Одинцово пришел впервые. По словам главного тренера команды Игоря Шилина, борьба была трудной на протяжении всего сезона. В какой-то момент у команды был спад, однако свою итоговую победу ребята заслужили сполна. Команда стремилась, шла к этой победе, ребята отдали полный сил. Просто молодцы, заслужили. Года три команда эта строилась, и она пришла к этому чемпионству заслуженно. Победа в чемпионате позволила нашему клубу перейти в более высокую группу А. Это уже не любительский, а полупрофессиональный футбол. В клубе уверены, что Одинцово и там не потеряется. Задача минимум – войти в тройку призеров. Мы двигаемся в группу А из будущего будет 16 сильнейших коллективов Московской области. Из группы А, чтобы вы понимали, дальше это уже вторая профессиональная лига. Я могу сказать, что на порядок выше уровень. Мы будем бороться в любом случае за призовые места. Будет тяжело, но я думаю, что мы справимся. Если в регулярном первенстве нашей команде сопутствовал спортивный успех, то в плей-офф Кубка России первой лиги по мини-футболу ждало досадное разочарование. 15 ноября у себя дома в одной четвертой кубке мы уступили принципиальному сопернику – Тверскому клубу Конакова. Слишком много сил было отдано борьбе в чемпионате, да и специфика у клубных матчей своя. Гости выиграли со счетом 3-5. Впрочем, нет худа без добра. Возможно, именно эта пауза даст время лучше подготовиться к играм в группе А регулярного чемпионата области. У Одинцовского клуба есть все необходимое для того, чтобы выигрывать. Спортивный азарт, верные болельщики, очаровательные чирлидеры и, главное, большое желание побеждать под флагом Одинцовского района. Петр Горохов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...